Зеленый забор Раньше родители мы и знали их Раньше была связь В зиме магазин они держали Брать на бексы Можно было купить без денег На время Потом началась война Их согнали в гету А его и других Послали на работу На какое-то предприятие Но им сообщили, что будет погром И они тогда не явились Не явились туда в гету И сначала в деревне Не помню какая там деревня Втроем они пошли туда Там побыли немножко И потом они разделились между собой Юрия эти три Грязон пришел к нам на хутор Пришел на хутор Это было летом Мы дети сначала ничего не знали Он в сарае Было помню щена Я такую нору сделала И там был А мама Жбаночек назывались Монакок Собирает кушанье И нищет ему Хлеба, ложку А я такая была любопытная Я говорю, мама А куда ты еще ходишь Мама говорит, как поить А я говорю, зачем ложку Мама говорит, что ты говорила А какой-то мужчина вылез Дядя какой-то вылез Знаете, какой-то Нарушь нас не выпускали Потому что это самое Будет смерть Всех нас А тебе будут дети бить И ты признаешь И все расскажешь детям этим И тогда нас убьют всех Уничтожить нас И старше У меня был брат И младшая сестра Но она была маленькая Никто ничего не знал Ни родственники Никто буквально не знал Да, в тайне все хранилось Очень тайно И потом Началось холодно Осень уже Тогда на волчарню Такая была волчарня Такая как Вудочка Теперь примерно На пограбах Стенки такие И так же было тепло И он там уже Днем там А вечером приходил уже В дом к нам У нас там было место Партизаншина У нас Леса огромные были И партизаны там Ну, уже были у леса Партизаны находились Папа их знал Там родители знали Их это партизанам Ну и он был лечером Приходил к нам Уже на горе Там был уже Дом у нас был Он уже Уместе Стали открыто Тут уже узнать На улице Мы не ходили никуда Во-первых, утром было Там и детей было мало Где там идти Во-вторых, нас не разрешали Родители Мы дома сидели Ну и потом То самое Когда партизаны Пришли Они обычно спрашивают Кто есть дом Посторонний Вот папа говорит Пошел к нему Говорит Ты хочешь Он все хотел партизаны Чтобы уже Пойти партизанам Сколько скидаться Ну это самое Скажи что есть Расскажи так Папа сказал Что так и так И он пошел Партизаны Пошел партизаны И еще во время Когда он был партизан Нам приветы Передавал А мы так все боялись Что это никто не знал А вдруг приветы Передавят Там уже Это же было ужасно Ну в общем Пошел тогда Соединились в 1944 году Где-то с Красной армией И так еще войну Он прошел Воевал После войны Жена и дети его погибли Всех расстреляли Там где-то Докшицы Ну после войны Он вернулся опять В Докшицы На свою родину Женился Новый семью Завел его Были два сына И две дочки Вот И потом Где-то он умер Еще в 87 году Умер Здесь в Беларуси В Докшице Он и умер В Докшице А папа наш В 85 и 87 Но когда они были В Докшице Они приезжали В докшице Эмиса В Докшице В Докшице